Совершенно не новая история. Это узаконенное государственное хвастовство. Хвастаться любят все. Дураки обычно. Но государства все дураки. Государства и народы все дураки. Они хвастаются. Так повелось со времен Гомера. Если вы почитаете Илиаду и Одиссею, это наглое, безудержное греческое хвастовство. Если вы почитаете Шекспира, это просто ложь от начала до конца. Вот как он описывает войну Англии с Францией. Просто откровенная английская пропаганда. Понятно, что французы описывают это по-другому. Наша государственная история – брехня полностью. Особенно лживая история последних 100 лет. История Отечественной войны просто брехня. Вся. Фильмы брехливые. Ни одного честного фильма про войну так и не снят. Типичная картинка 1941 года. Наш героический красноармеец с ржавой винтовкой бросает коктейль Молотова в немецкий танк. Ложь. У Советского Союза к 1941 году танков было намного больше, чем у немцев. Танки были гораздо лучшего качества. В плен сдалось 3 миллиона человек. Если все героически бросали коктейли Молотова и бегали с винтовками на танки, откуда взялись эти 3 миллиона плен? И так далее. История – ложь. Хвастливая государственная ложь везде.